Всем привет! Продолжаем изучать спринт и сегодня поговорим о настройках для осинка. О настройках для осинка. Но сперва я скажу, почему я снова об этом решил заговорить, что меня к этому сподвигло. Я сидел и смотрел снова паттерн Event Viserum, то есть каким образом у нас все это организовалось. И вспомнилось мне, что почему мы вообще воспользовались там осинками. Когда мы используем Publisher, чтобы опубликовать Event, и если мы в Listener используем обработку не в осинке, то у нас она это дело все блокировала. То есть что происходило. Вот у меня есть метод в REST-контроллере, где я вызываю работу, да, и публикаю Event. И у меня идет обработка. Если я сейчас сделаю несколько запросов, то, по сути дела, моя работа будет выполняться вот из-за этой блокирующей природы последовательно. То есть сперва вот этот завершится, потом вот этот завершится через 10 секунд. И только затем у нас дело дойдет до третьего. Поэтому используйте Listener крайне аккуратно. Это первое. Второе. Решить мы это, значит, все это с помощью осинка решили. То есть мы просто берем EnableSync, помечаем то, что данный метод у нас должен выполняться параллельно. И, казалось бы, все. Задача решена и, в принципе, она решена. В итоге у нас Spring Boot поставит нам некий дефолтный экзекьютор, в который он запихает все данные таски. То есть обработку данного ивента. До этого он обрабатывал, то есть без осинка он, смотрим, что использовал пул для сервлетов, а сейчас он будет использовать отдельный пул. Отдельный пул. Давайте я перезапущу. Так. То есть сейчас у нас работа, вернее, ответ будет возвращаться моментально, а вся работа будет делаться в неком параллельном дефолтном пуле. И, как мы видим, все так и происходит. То есть и сейчас вместо 30 секунд они все примерно отработают в одно время. Вот, 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 что реально и произошло. Окей. То есть, вот мы даже видим название, название пола изменилось. Теперь, как вы знаете, или должны знать, а если не знаете, то мы можем данные настройки пофиксить. То есть у нас есть некий task-executor-pool, некий task-executor-pool, то есть настройки предназначены. И здесь мы прямо и прописаны. Здесь я решил прописать, чтобы у меня был только один воркер, чтобы было более явно, и дал ему имя хэди. То есть вместо task-1 я увижу хэди-1. Давайте проинспектируем. Окей, запускаем. То есть ответ будет приходить моментально, но обработка, обработка займет на сервис 30 секунд, потому что у нас один воркер. Вот, первый отработался. Ну, видим, что выполняется теперь в хэди. В хэди, в хэди, в хэди. Хэди. И третий сейчас обработается. То есть мы сейчас, скажем так, перезаписали некие дефолтные настройки благодаря вот этим пропертям. Дальше поехали. Теперь, допустим, мы взяли, взяли, взяли и объявили какой-то экзекьютор. Какой-то экзекьютор. В нашем коде. И давайте я теперь запущу. Это, прошу заметить, это обычный экзекьютор. Это не task-экзекьютор, как мы делали это в прошлый раз. Теперь что происходит? Давайте я возьму и снова сделаю запрос. И прошу обратить внимание, у нас теперь запрос, то есть вот этот вот event listener, да, по сути дела, смотрите, где он обрабатывается. В каком-то simple async task executory. То есть, что произошло-то? Получается, что вот эти данные, они затерлись. Здесь снова используются какой-то дефолтный async task executory. чтобы это дело продемонстрировать, что у нас должно быть за 10 секунд, примерно, все это теперь отработать. Давайте увидим. Видите, task? Вот они. Вот они все. То есть, у нас перезатерлись данные, вот эти вот, просто из-за того, что я взял, просто из-за того, что я взял и объявил какой-то экзекьютор, который даже не task executory. То есть, вот эти данные теперь не используются, когда мы используем async. А теоретически я хотел бы, чтобы у меня использовался вот данный, данный экзекьютор, но он у меня не task. И sprint там, вообще, если честно, мне кажется это немного странно. То есть, экзекьютор у меня не task. Окей, тогда, ну, ну, нужно воспользоваться данными, пропертями. В чем проблема? А он, sprint у нас даже их не использует, а снова возвращается к тому дефолтному экзекьютору, который мы до этого переписали. И у нас работало все хорошо, пока мы не объявили какой-то свой экзекьютор. Окей. То есть, пофиксили этот момент, запомнили. Теперь дальше идем. Но я хотел бы использовать данный экзекьютор, да, который я объявил. Теперь как я это могу сделать? Я пишу value, 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 и здесь использую имя бина. Имя бина. Экзекьютор Мария. Вот. Вот имя бина, то есть, я напоминаю, что, когда вы создаете медоты, ой, бины, вот, посредством медотов, то имя бина – это имя медота. То есть, вот, прописывайте. И сейчас давайте проинспектируем снова. Сейчас мы что ожидаем фактически? Мы ожидаем, что у нас будет все выполняться, все выполняться в отдельном экзекьюторе, где всего один воркер, и имя у него – экзекьютор Мария. Так, и идем дальше. Значит, вот мы подняли, и сейчас, значит, нам будет возвращаться моментально, выполняться будет в экзекьюторе Мария, и там у нас один воркер, соответственно, мы ждать должны полминуты. Ого! А, вот у нас пол, пол, пол-трет-ван, 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 пол-трет-ван. ладно название тут нам не выявилось название тут нам не выявилось не знаю как здесь классно пофиксить название но в принципе можно давайте я здесь а здесь было бы название хэйди ну при лана принципе по названию можно догадаться можно догадаться что мы то есть пол вам пол вам то есть не у фиксы третт не тихо третт то есть это вероятно пол вам давайте я ради интереса чтобы точно быть уверенным ну да то есть данный данный воркер в данном пуле у нас сейчас все это дело выполняется в данном пуле все это выполняется то есть я запускал метод то есть вот у нас треды 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 не знаю как у него название здесь красиво пофиксить чтобы было совсем все очевидно окей то есть вот мы теперь используем экзекьютор конкретный который мы установили теперь дальше поехали давайте я это дело сотру и объявлю а и объявлю еще один еще один экзекьютор на сервис экзекьютор юджин экзекьютор юджин но он у нас тред таск пол в прошлый раз в прошлый раз когда я рассказывал о басинг что у нас когда вы данный 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 пол используете именно вернее когда вы пол тред таск определяете то вы по сути дела перезатираете пол который предоставляет вам спринг то есть что что я ожидаю я ожидаю чтобы здесь подставится пол юджин пол юджин давайте запущу и как мы видим как мы видим вот и уже теперь у нас все работает в юджине то есть когда вы определяете когда вы определяете именно экзекьютор типа а тред пол таск то здесь у вас spring понимает что вы хотите вставить что вы хотите вставить это первое то есть он легко заменит но если вы определяете не тред таск пол а какой-то другой экзекьютор и еще и здесь что-то прописываете то здесь это у нас затирается то есть я к чему это рассказываю если вы используете экзекьюторы то по мне так и больше чем один то лучше их явно прописывать явно прописывать да и также также затем их явно указывать что вы используете то есть например вы используете экзекьютор мари или экзекьютор юджин что-то 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 вы используете то есть настройками может быть не все так гладко и очевидно как оказалось на первый взгляд так то есть на лучшем по идее даже лучше определять конкретный бин всегда если у вас экзекьютор получается много и затем указывать указывать его явно окей изучаем spring see you next time и the не the 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 Продолжение следует...